Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Это все как часы, один из большой сплошной механизм. Я... Здравствуйте. Добро пожаловать. Заходите. Это прямой эфир, это трансляция. Всем здрасте. Собственно, что мы запустились? А как всегда, беспричинно. Причины на это нет. Причина этому моя гиперактивность. Я периодически не знаю, блядь, чем себя занять. Это тот момент, когда не хочется читать, потому что в голове моей эпилки. И не хочется ничего смотреть по той же причине, потому что, ну, блядь, просто гиперактивность под вечер. Я по этой причине алкоголик и всякое такое, потому что, типа, ты такой, выпил или там, там, такой, покурил, и такой, а, все, блядь. Все, гиперактивность, я куда запихать. Я просто ненавижу это. И я подумал, ну, можно попиздеть, трансляция, время пролетает быстро, и как раз скоро спать пойду, потому что уже 21 час, а я в том возрасте, когда идешь спать. Точнее, в том положении дел, когда такой, бля, ночь для молодежи. Вот. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что у вас будут какие-то нормальные, клевые вопросы. У нас с вами получится интересная беседа. Редко, но такое получается, потому что, в основном, какой-то пиздец в комментариях. Будем стараться исправлять это со временем вместе с вами. Вот, первый вопрос, например, с Арахов, салам, жарахов, что делаешь, вино пьешь или хуйню занимаешь? Как видишь, я трец, я трец. Сегодня я не пью, пью, пью. И, очевидно, я занимаюсь, конечно же, вот, ерундой. Вот. Ну, я в миллионный раз хочу, на самом деле, поблагодарить за поддержку трека, за то, что вступаете в паблик, который посвящен песенкам. Хуяно приятно. Мы... Не могу сказать, что неожиданно. Мы очень старались над этой песней. Мы, блядь, делали ее года. Почти полтора года. У нее большая история. За музыку отвечал, как всегда, конечно же, Витя Сибринин. Мы вместе сидели на студии, писали ему этому злоу. Конечно, он, ну, он большую часть времени, блядь, 90% времени он проводил, сидел. Я приходил, говорил, нет, давай здесь делаем так, здесь делаем так. Так, текст делали с Джубом вместе. Причем еще, ну, началось все это, когда я отдыхал в Таиланде. Полтора года назад, типа, начало 2017 года, и мне хотелось что-то веселое, угарное. И мы начали с Джубом вот эту хуйну писать. У этой песни просто миллиард вариаций текстов. От самых ужасных, отвратительных, до вот того, что есть сейчас в первой версии. Из того, что сейчас есть, из всех вот этих вот двух куплетов и припева, было только, даже не спрашивая меня про бабло, ведь мы оба знаем, деньги не вопрос. На самом деле, где-то в сети даже был, блядь, отрывок к этой песне, только абсолютно другой. Абсолютно другой, прям. Вот кто-то, может, я даже видел. Я на одной из трансляций исполнял, и это даже потом где-то постили. Рифмы и панчи даже постили, я потом просил их удалять, потому что это было совсем плохо. А я вам заценивал, ну, супер сырой вариант. И там прям было джубили, джубили, джубили. Очень стиль джубили был тогда. Да, и вот за год с хуем мы переделали, перелопатили и выпустили, наконец-то. Вот, респект всем, с кем мы работали над этой песней. Опять же, джуб, витя, в первую очередь. Витя, конечно, который все это делал, музыку сводил, блядь. Да. Тость Чайкина, которая помогла нам и записала бэк-вокал в эту песню, там можно услышать не только меня. Там бодрствующий вокальчик на бридже есть и на припеве. Вот. Это так чисто респект раскидал туда-сюда, обратно. Дальше. О, вопросики я, кстати, вижу ваши. Хорошо, что я... Хорошо, что вроде что-то есть. Как прийти к успеху? Я недавно смотрел историю Гусейна Гасанова, и он сказал, пообещай мне, что сейчас ты запишешь все свои цели. Бля, я так посмеялся с этой хуйней, потому что, ну, типа, с одной стороны, записывать цели нормальная хуйня, ты, когда записываешь свои цели, ты хотя бы, типа, материализуешь их такой, понимаешь, что вот оно есть. Но этого, блядь, недостаточно, надо действовать, надо постоянно действовать. Короче, попробуйте, попробуйте взять нужную вам книжку. Это очень странный совет, но, тем не менее, они очень помогают. Вот этот нонфикшн про самопрокачивание и так далее. Вот идете в книжный магазин и такие, видите книгу с каким-то названием? И думаете, вот это, бля, наверное, мне подходит, вот этого мне не хватает. Гуглите, смотрите ее, там, типа, автор, не автор, какой хороший он, не хороший. Покупайте и читайте. Такие штуки, на самом деле, хорошо мотивируют, дают какой-то пинок под зад. Я начал более-менее меняться. Вообще, с какой-то хуйней год назад я прочитал книжку, что-то про уверенность. Даже не прочитал, а слушал аудиокнигу про уверенность в себе. Я половину послушал и такой, а хуйня. И потом через два месяца понял, что у меня совершенно нет, ну, практически никаких нет проблем с уверенностью в себе. И я такой, бля, сработало, мне просто надо было пнуть. Ну, такие штуки. Бля, я слишком долго отвечал на какой-то такой вопрос, как будто я сраный коуч. Короче, на самом деле, да, охуенная тема в книжках черпать. Все, вообще абсолютно, блядь, все. Какого числа следующий трек? Ну, следующий трек выйдет уже с альбомом вместе в сентябре. Я не могу сказать, в какой части сентября, потому что я не понимаю, сколько еще будет сводиться и мастериться сейчас. Я вчера, блядь, я не верю в это, но я вчера записал последнюю песню на альбом. Все, все, я такой, блядь, хух. Причем мы же достаточно долго делали этот альбом. У меня несколько треков, которые, там, типа, мне помогали чуваки писать. Game Over, например, вообще почти весь джуб писал, да. С покеболом практически такая же история, там, только Рики. И как бы долго эта хуйня делалась, да. А тут за последнюю неделю я с нуля, блядь, написал четыре новых трека, а Витя сделал четыре бита. Типа мы четыре новых, вот с нуля абсолютно сделали трека за ебаную неделю. Потому что прям под конец у меня что-то, я прям начал сходить с ума. Я такой, так, писать идеи. И реально охуенно получается, мне очень нравится. Я закинул пацанам, типа, где-то хвалили, где-то указывали ошибки. Я такой, круто, карающий прям охуенный процесс. Мы дописали альбом, я не верю в это. Вау, осталось свести, отмастерить и сдать на дистрибьюцию. Какой должна быть идеальная девушка? Для каждого своя. Идеальная девушка должна быть своя. Вообще нет никакого иде... Не бывает, блядь, идеальных людей. Надо быть собой просто. Быть хорошим человеком. Меньше быть уебком. Мы все уебки, но чем меньше мы уебки, тем лучше. Я вот так думаю. Поэтому идеальная девушка для каждого своя. Мне кажется, что я живу с идеальной женщиной. Вот. Вот такая, как она, наверное. Для меня вот она есть. Она существует. Охуенно, когда ты там, типа, в отношениях. И вы не просто, ну, типа, встречаетесь, вам хорошо, вы целуетесь, ебетесь, там, да, вот это вот все. А когда вы охуенно меняетесь друг с другом, прокачиваете, взрослеете, строите семью, типа, какой-то фундамент. Это очень здорово, когда... У меня третье отношение, длительное, долгие, у меня там все по два года плюс-минус были. Это просто охуительное отношение, потому что вот рядом со мной человек, который меня меняет, при этом не ебет мне мозг, говоря, тебе надо меняться, ты здесь плохой. А делает все как-то... Делается все так, короче, что я, ну, вот сам делаю это все благодаря этому человеку. Короче, охуенная тема. Знаю ли я, Иду Галич, да, она прекрасная женщина. Очень смешная, очень крутая, Ида Галич. Ебать ты дел, Гриш, это я... Я, кстати, далеко отмотал ваши комменты, я не поспеваю, но... Сейчас нагоним, потому что здесь куча говна, конечно. Пересматриваю альбом DeLorean, и в душе надпись на доске альбом весной такая, ахахаха. Бля, слушай, я планировал весной сделать, но... Вот так вот получилось. За счет этого он пизжи получился. Я реально говорю, я во вкус пошел только вот летом, блядь, по написанию. Мне очень хотелось в какой-то момент, ну, больше себя этому отдать, да. И охуенно, что этот альбом стал переломным моментом для меня, потому что я снова сам начал писать абсолютно вообще все. И это охуенно. То есть весь дальнейший материал, это он ли я, он ли ми. Ну, если, конечно... Ну, то есть, если вдруг когда-нибудь что-то, я не сам напишу. Ну, вы первые себя об этом узнаете, типа, кроя еще... Я охуенно рад, что альбом не вышел весной. Охуенно круто. Я молодец, что не выпустил его весной, а вот дал себе немножко разгуляться и войти во вкус. Да. Но опять же, не вижу ничего плохого в густрайтерстве. Просто дело личное. Мне очень хотелось самому это делать для своего... Ну, то есть, бля, сначала для своего ЧСВ, а потом я понял, насколько это охуенно, и это... Написание, это терапия. Ты пишешь, и тебя отпускает. Это очень здорово. У меня вот последние несколько треков, это реально терапевтическая история такая была. Очень здорово. Ну, в густрайтерстве не вижу ничего плохого. Я, по-моему, Дрейку там толпа народу даже пишет. Ну, куча народу. И получаются хиты. То есть, хит-мейкерство. И самый прикол то, что, ну, на самом деле же, бля, очень многие рэперы даже друг другу помогают, там, какие-то строчки дают, да? Типа, говорят, вот здесь лучше поменяй, но вот это друг другу. Но при этом, ну, никто не указывает этого. А я считаю, что... Никогда не указываетесь, блядь, никто бы никогда не узнал, что мне густрайтер. Я сам начал об этом говорить. Потому что я считаю, что если человек тебе написал охуенный куплет, помог написать охуенный куплет или написал, я считаю, что об этом должны знать все. Потому что, ну, это чисто респектовая охуня. Ну, это мое мнение, это мое, мое, мое мировоззрение, оно вот такое. И, как бы, бля, я вообще первый начал говорить про... Очень, я прям, помню, у меня разговор с Рикки был, говорю, давай я буду говорить, что ты пишешь. И, типа, мне кажется, Рикки нихуево так, типа, получил профита с того, что я начал везде говорить об этом. И, как бы, это больше-больше начало вскрываться. Типа, клевое дело. Жил ли я в общаге? Нет, но я жил несколько, ну, несколько лет с друзьями, типа, в одной хате. Че орешь? Блин, кот ебаться хочет. Короче, надо его кастрировать, но мы не понимаем, когда мы еще уезжаем. Я уезжаю на Зигит, потом Яна туда приезжает, это в Будапеште фест охуенный. Потом еще что-то. Мы можем, конечно, его сейчас кастрировать, но мы хотим рядом с ним быть, когда он кастрируется, ему же плохо будет. Мы один раз его свозили, и мне, блядь, жалко его стало. Ну, а теперь мне жалко его, потому что он просто ходит и доколупывает меня. Я думаю, что то ли он жрать хочет, то ли пить, но у него постоянно есть жрачка. Он просто ходит и хочет ебаться. Бро, киня, я когда молодой был, я так же ходил, пиздец. Попробуй это, у тебя же инстай есть, попробуй телок заставить тебе в директ написать там. Или придумай какой-нибудь клип про тусовку, и точно поебешься, я так делал. Ну, или Баду, там, Тиндер, Северский чай, в конце концов. Че, блядь, ты взрослый кот, заебал. Как отношуешься к Гомфладу? Мне очень нравится, он охуенно крутой. Очень крутой. И все. Несколько песен ему нравятся. Прям мы-то, оказывается, с ним знакомы. Типа, познакомились. Можно все, он выступал. Он был тогда, по-моему, просто лысый и делал мрачный рэп. Он, помните, была передача «Можно все», которую мы вели с Настей Ивлеевой. Второй сезон, когда к нам гости приходили. И у нас как раз Гомфлад был с моим корешем, музыкальным гостем. Ну, он тогда абсолютно незамеченным был. Ну, просто, типа, продюсеры передачи, чуваки молодые, они как раз тащили постоянно туда таких нескульных типов. Вот, здорово было. Гомфлад пиздатый, очень нравится. Нравится то, что он, ну, он делает, блядь, упор хоть какой-то на тексте. Я за хорошее звучание. Базара ноль. В звучании это важно. Музыка, это охуенно. Но надо не забывать про слова, текст, что-то типа такого. Еще многие могут мне приписывать, там, за елдаки, блядь, там, и так далее. Похуй. И, типа, ты что, где у тебя там смысл в тексте? Бля, ну, тело ваше. Но мне нравится, что человек что-то закладывает. Мы, конечно, не берем мамбл, но мамбл просто охуенный. Просто охуенный трек. И, там, если покопаться, послушать Боис Боис Дун Край, там, альбом или что-то еще, ты понимаешь, что чувак, блядь, пишет тексты. И это не просто. Я, короче, трахнул ее, а она такая у, а я такой бля, и она такая фу. Круто, круто. Он крутой. А на удивление, может быть, многие удивляются, мне нравится Трил Пил. Бля, у него охуенный. Это охуенный, охуенно странное звучание. Я не сразу полюбил Трил Пила, но после аптеки я такой, бля, да, Трил Пил. Че дальше? Когда команда, э? Хороший вопрос, бля. Короче, знай. Ладно, все, хватит. Она выйдет сто процентов. Мы не можем ее не выпустить. Просто есть трудности. Будет ли тур по городам? Я не думаю, что в этом году я не готов. Я не хочу ехать просто выступать, петь со сцены. Я хочу охуенно подготовиться, научиться. Вот я на Зигит, например, на фестиваль еду. Просто для того, чтобы хотя бы посмотреть, как пиздатые громкие артисты выступают. У нас мало хороших концертов в России. Объективно. Ну, типа, объективно. Ну, Баста, кстати, меня охуенно удивил. Я первый раз видел, как Баста выступает на ВК-фесте. Это, блядь, слабый сигнал. Буду учиться, как говорится, у лучших. Возвращаться, репетировать. Ну, то есть, я думаю, что в следующем году я поеду по городам спокойно. Мне еще надо понять, как, че, как работает. Хочется, чтобы люди платили деньги за билеты, не жалели потом об этом. Чтобы уходили с эмоциями какими-то пиздатыми. Не просто, типа, о, мы увидели Джарахова, круто. Он что-то попрыгал. А прям, чтобы это было хорошо. Ты самый лучший пример для подражания. Это неправда. Что тебе говорят кольца на моей руке? Говорят... А я не знаю, я смотрю и думаю, бля, где мои кольца? Кольца, 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 колечко, сука! О, бля, зачем ты напомнил? Или напомнил? Как тебе последний альбом Лизера Этифеста? Альбом Лизера я слушал еще до выхода. Вот. Очень хорошо. Мне нравится, как это звучит. Типа... Здорово. Ну да, если мне несколько треков зашло, понравилось. Этифеста я еще пока не слушал. Я вообще в последнее время мало музыки послушал. Я еле вчера Трэвиса Скотта заценил. Я сейчас зациклен на своей хуйне. Я постоянно слушаю то, что... Ну, типа, свой альбом, который выйдет в сентябре. То что... Ну, надо понять, где я же работу над ошибками сделать. Какое сведение из 20, блядь, 30 лучше. Где бит переделать там. То есть я... Мой прелайлист в последнее время это... Ёбаный Ильдар Джарахов. Как заводить новые знакомства? Ну, надо перестать ссать просто и заводить. Короче... Ну, для того, чтобы знакомиться, надо знакомиться. Главное, не ссыте, потому что... Надо помнить, что все люди точно такие же, как и вы, короче. Вот. И надо не бояться услышать. Нет. Проблема моего подросткового времени. И, типа, плюс-минус там даже в 19 лет, в 18 лет было то, что я боялся нет услышать. И, соответственно, сказать. Сейчас похуй как-то, знаешь. Потому что, ну да, бывает, нет, бывает, да. Лучше попробовать и... Тебе откажут? И ты такой, ну ладно, и пошел дальше. Или же... Это лучше, чем, типа, не попробовать вообще. Это вообще абсолютно про все, что угодно, можно сказать. Главное, просто не ссать. Тупая хуйня, бояться знакомиться с людьми. Это же прекрасно, блядь. Знакомиться с людьми, обмениваться опытом. Ну, это... Очень здорово, чуваки. Камон. Как относишься к Максу Коржу? Макс Корж охуенный. Как к нему относиться? Ух, у меня тут еще про котов. Видимо, я очень далеко. Так. В каком жанре будет альбом? Гей, гей, тропикал... Гей, тропикал-рок. Будет ли клип на песню пьем? Ой, не знаю. Посмотрим. Не знаю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Так, у меня тут еще вопросы про всякие конфликты. Знаете, чуваки, я, наверное, напишу об этом пост. Я извиняюсь перед теми, кого-кого когда-либо задевал как-то. Это грубо, не грубо. Вообще, похуй. Я очень сильно не хочу в это лезть. Блядь, стоит там написать ебучий твит. И это начинает раздувать до пизды. Я всегда забываю, что за мной следит до пизды народу. И что на дворине 2011-2012 год, когда можно хуйню написать, и всем будет насрать. Любовь людей к преувеличению постоянно. В пизду. Я извиняюсь перед всеми, кого мог оскорбить, задеть. Делайте, что хотите. Правда, бля, я больше не хочу в это говно лезть. Это просто пиздец. Это какой-то нескончаемый поток. Тебе стоит потянуть за ниточку, и все, клубок начинает разматываться, и ты в этом говне ебаном. Давайте делать просто творчество. Разное. Ну, не, сразу. Это уже так заебало. Мне, я, блядь, мне детей пора заводить и семью, а я, блядь, все, пишу в интернете, кто пидор, а кто нет. Долбоеб я. Долбоеб. Есть ли у меня проблемы с родителями? Я не думаю, но все равно всегда существуют проблемы отцов и детей, проблемы большого недопонимания просто разных поколений. Но я стараюсь находить общий язык. Это все легче и легче удается, но все равно, блядь, это кропотливая работа, потому что нас сначала разделяло детство, в котором мы не понимали друг друга, когда я хотел одно, они хотели мне образования. А потом 5 лет моего отрыва, там, 3-4 года моего отрыва, проживания в другом. Это сейчас они живут, тот рядом, я их перевез. Отрыва полного и без контроля. И сейчас, ну, стараюсь наверстывать. Это очень важно, коннектиться со своими родителями, понимать их. Я в поисках формулы, в поисках вот этой штуки. Ну, я, по крайней мере, могу сказать, что я очень искренний со своими родителями. Они знают все обо мне. Они знают, там, типа, какие у меня вредные привычки, что у меня было или не было, там, с какими-нибудь, там, наркотиками, не наркотиками, алкогольными. Ну, то есть, я абсолютно все, вообще ничего никогда не скрывал от них. Ну, меня так воспитали, типа, у меня честность на первом месте с самого детства. Меня в детстве изнасиловала ложь. Так. Мы снова пьем, пьем, пьем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Дым большой, сун, сун, сун. Как стать популярным на кулинарном контенте? Хороший вопрос. Короче, мне кажется, надо заходить. Я не знаю, я вообще не слежу за Обломовым. Я не видел, по-моему, ни одного видео дружи Обломова полностью. Типа, я знаю просто, что он есть, делает доставки. Мне кажется, надо заходить с чего-нибудь, типа, простого, знаешь, делать что-то охуенное, типа, здоровское, редкое. Но, чтобы это было дешево. Не знаю, есть ли такое или нет. То есть, типа, сегодня мы делаем блюдо, которое охуеть ты никогда не ел. И мы, типа, ограничимся, там, в 300 рублей, да, условно. И, естественно, это вести надо интересно. Нужно найти свою фишку обязательно. Ну, как-то, короче, вот. Я не знаю, но я ни разу не заходил на кулинарный сегмент. Я вообще, ну, не интересовался. Жил ли я в Останкинском районе в Москве? Да, прямо возле Останкина, по-моему, на Первый Остан... Не помню, кстати, название улицы. Да. Так, что там вы пишете? Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, когда будешь резать рузги? Блядь, что? Оцени по десятибальной шкале охуевания, когда вдаль еще на сцену поставили голого мужика. Ну, наверное, семерка. Я просто думал, что будет что-то пооригинальнее, и тут просто голый хуй. Я такой, чё? Нет, это не так работает. Видел тебя в старых видео клик-клак, а сейчас ты там снимаешься? Ну, давай начнем с того, что клик-клак это наш канал. Типа, вот, финита ла комедия. Клик-клак мы создавали с Прусикиным, получается, еще... Ну, блядь, нам нужен был какой-то канал, мы делали совместные видосы, и мы такие, давай сделаем что-нибудь. У нас был Клик-клак-бенд, и был канал Успешная Группа Лайф. И мы просто переименовали его в Клик-клак, и... Ну, начали там набирать команду, получается, со временем. У нас сейчас уже, блин, около тридцатки человек. Это... Ну, и тех, кто на постоянке, а еще тех, кто плюс-минус там на фрилансе. У нас огроменная, блядь, команда. Кормим семьи, плотим зарплаты, получки, Клик-клак, корпорация красивых ка... Как... Как... Как бы сказать... Не знаю, ладно. Хотел все на ка. Так, я, блядь, дочитал ваши комменты до конца, я не верил. Очень скучно. Ну, съебывай. Отличное же, типа, решение съебаться, если тебе очень скучно. Это твои проблемы, мне похуй. Простите за мой французский. У меня просьба, пожалуйста, не пишите мне смайлики, мне это, блядь, не нравится. Это тупая хуйня, которая просто как спам. Я понимаю, что сейчас долбоебы их будут писать больше, потому что долбоебы любят, типа, действовать от противного. Но у меня всегда просьба меньше флудить, и если, ну, если нечего писать, ничего не надо писать. Потому что, ну, просто тупой флуд. Не надо писать мне привет. Вот это я все абсолютно игнорирую. Вон чувак какой-то букв дохуя написал, я его просто заблокирую. Скрыть прямые эфиры. Пожалуйста, до свидания. Как относишься к Трампу? Психодайзер спрашивает. Психодайзер. Слушай, Трамп, ну, я не знаю, надо лет 10 посмотреть, если много чего поменяется. Бля, я не придумал, как сказать. Просто пиздец, мне стыдно. Я хотел что-то пошутить. У меня не получилось. Трамп, не придумал. Трампа-рампа-рампа-пампа-пам. Помнишь, в Винни-Пухе было? Было охуенно. Как тебе приходит вдохновение на создание треков? Не знаю. Я такой, о, вот это. И пошел писать. Либо бывает, бывает, я такой, что-то услышал. И такой, бля, надо трек сделать. И делаю трек. Я могу вдохновляться чем-то там. Типа, знаете, не пиздить, а вдохновляться. Это нормальная тема. Нет такого, что, ну, то есть, бля, можно ли меня будет увеличить в плагиате? Не думаю. Вот как ЛДЖ я начали увеличивать в плагиате. Тупая хуйня. Как тебе? Нравится ли мне парк Горького? Очень. И, бля, если забыть все шутки про то, что все изменилось за 10 лет, парк Горького охуенное место. Мне оно всегда нравилось. Когда я в Москве жил, я обожал туда ездить. Там же здорово. Как будто, Миша, тебе не нравится парк Горького. Камон. трек «Последний говно» пишет джубилионер. Опять Рики схалтурил. Смешно. Смешно. Юморист, смотрите, занятой. Звал его сегодня на студию почекать рэп, почекать кое-что еще. А он такой, я занят, блядь. Но заходит, эту хуйню смотрит, которую я тут провожу. джубилионер ебаный. Что означает твой ник? Мне кажется, всем интересно. Нормальные пацаны, девчонки, все знают сами. Это Ди Эл Гри, слушайте, мой восьмой никстейп. Ждать ли меня на Версусе, я не знаю. Не думал перейти с очков на линзы. Я думаю, в сентябре перейду. Есть идея провести интересный эксперимент. Эльдар оставался на второй год. Ну да, был делом. Прикольная хуйня. Это как миссию в игре заново проходить, потому что первый раз не получилось. Было сложно осознавать, когда у тебя выявили диабет. Как ты перенес это событие? Мне было пять лет, мне было похуй. Покажи сички, Артем Беин пишет. Волосатые, красивые. За последние десять лет они очень изменились. Кстати, бля, реально очень изменились. Десять лет назад они были не волосатые, и вход был платный. Второе имя Миши Кшиштовского, парк Горького. Не собираюсь ли я в ближайшее время в Москву? Неа. Ну если мне, типа, я в Москву езжу работать, типа, я бы с удовольствием сгонял бы пожить там, блядь, месяцок. Ну, чёрто, ну хотя бы на недельку чисто потусоваться. Но так получается, что последние годы, блядь, я еду в Москву чисто по работе. Так что, если вы хотите меня видеть в Москве, скопите там, ну бля, хотя бы, ну там, типа, ну, тысяч пятьсот там, бля, лямчик, и позовите меня на какой-нибудь проект, и я с радостью приеду. Сука, как прозвучало отвратительно. Я просто вспомнил слова Хованского, который говорил, типа, я в Москву поеду, минимум, за полмиллиона. Джупус освободился уже. Нормальная хуйня, братан. Че, гоу, гу, на студию. Ты охуеешь, когда увидишь, что мы сделали. Ты просто умрешь, чувак, это пиздец. Пиздец. Я думал, купить квартиру или, короче, сделать вот это, и мы сделали вот это. Там просто гадем ебт ну, то есть, ооооо. Сколько времени ушло на запись трека? Я не знаю, кстати, ну, то есть, типа, у нас были демки, были другие записи, потом мне захотелось сделать так, чтобы там было меньше обработки, я задрачивался с вокалом, причем ни с кем-то, ни с преподавателем, а сам ходил пел, и как-то интуитивно, короче, получается лучше петь. Я пиздец этому рад, я по-прежнему отвратительно пою плохо, не умею этого делать, но, бля, если в Делориане, например, была куча обработки, ну, вот момент, который вновь поднимаясь вверх, там более-менее я его могу спеть, да, он легкий, но в пьем так немного обработки по сравнению с тем, что было раньше, что я очень, блядь, этим горжусь. Гоуфит с Моргенштерном, а я жду, когда он пришлет куплет, мы там тоже придумали очень сумасшедшую штуку. Так. Так, бля, мне надо поаккуратнее, я сейчас вообще столько всего спалю здесь, как тебе альбом Женебоа? Ну, хорошо, хорошо, типа, я был большим фанатом Женебоа, когда мне было 16-17 лет, мне очень нравились треки про любовь, мне это было пиздец, как близко, особенно когда я с девушкой расстался, я такой, я тебе верил, сука, дарил целые песни, но теперь не стука, что-то там, не теперь не звук, а это последний стук мой в твои двери утром, и я такой, ебать, он рифмует, как жестко, жи за брооооооо, мы даже у него на Резогреве выступали в Новокузнецке. Для нас это было так круто Я написал об этом в твиттер Джонни Боэн Такой, бля, помню, это как Типа параллельная вселенная Тяжело ли жить зря и бета Ну, слушай, бля, я по-другому не пробовал На самом деле Ну, типа, да, бывает пиздец, когда я такой Ну, ёб твою мать, от чего он у меня поднялся Какого хуя у меня упал Опять эта штука отсоединилась и инсулин не въебался Из-за этого у меня сахар под 20 Ну, там, бывают всякие такие штуки Когда у меня там ставчик может поломаться, да Который я с собой ношу, или ещё что-то Или когда я съебланю, там, покурю И начну жрать бесконтрольно, блядь Ну, такое редко бывает Или там что-нибудь такое Или с режимом когда-то Бля, ну, в целом, в целом Если бы не диабет Хуй знает, что было бы со мной вообще Поэтому я отчасти рад абсолютно Ну, то есть я благодарен абсолютно всему Что происходит в моей жизни Потому что одного без другого просто не было бы, да И диабет, пиздец, меня Эй, йоу, я, я Вы здесь? Ааа, всё пропало! Меня слышно? Меня слышно? Скажите мне, пожалуйста Потому что меня не видно, судя по всему Меня видно или... А меня видно? Я не понимаю, нихуя Меня видно? Или чёрный экран? Есть моё ебало? Напишите, ебало есть Или ебало нет? Я не понимаю Вы пишите, да, но я не понимаю А видно, всё, отлично Просто я себя не вижу А, вот О чём я говорил? Диабет сформировал во мне кучу всего Типа Я, например Ну Понимаю У меня есть охуенное понимание Которого почему-то нету Большинства, блядь, молодых людей Потому что жизнь-то, сука, короткая Пиздец И надо её проживать, ну, блядь, сейчас Так что я очень благодарен Несмотря на то, что да, мне тяжко, блядь Периодически Да, у меня есть осложнения Да, у меня есть там проблемы, блядь И я очень сильно поднастрал себе Своим образом жизни В прошлом и сейчас периодически Но я не ебланю, как раньше, да Раньше я вообще Ну, я жил так, как, блядь Не живут здоровые люди То есть, типа Рок-н-ролл, жесть Кошмар Но В целом Так, мне говорят, что Ебала нет А вот так есть Это аудиоподкаст Я не понимаю Сука А-а-а Я понял Рукой я прикрыл Наверное, я занял Все Сука Дебил Какие у меня красивые пальцы Но я не знал У меня черный экран, блядь Типа Откуда я Я думал, что меня видно А там пальцы мои были На задней камере Идите нахуй Я это Вот, короче Я к тому, что Я миллион раз говорил об этом Буду говорить всегда Живите жизнь Типа Все мы сдохнем Кто-то из вас, блядь Завтра может сдохнуть Под машиной Или, блядь Под другим колесом Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Я иногда сомневаюсь Мне кажется, я Не придумал Блогер, блядь Что за красные наушники Беспроводные Короче Буду говорить честно Это Samsung Gear Icon X 2018 Мне их прислали Для того, чтобы я их прорекламировал И, бля Я ими пользуюсь Когда мне Нужны беспроводные наушники Я пользуюсь ими Ну, не в поездках Потому что я имею привычку Их потерять И мне они нравятся Я очень рад, что Мне их прислали На халяву И я еще и типа рекламировать их буду Е-бой Короче, давайте я сейчас Мне надо Написать Витьку Потому что он мне звонил А я разбросил Потому что я тут с вами приезжу А там, видимо, что-то срочное Спасибо большое В очередной раз За поддержку песни Это первое Второе Альбом в сентябре Клип выйдет Ближе тоже к альбому Не знаю Либо Ну, мы не решили еще Дальше На клик-клаке перерыв Сейчас В данный момент И мы, скорее всего В сентябре вернемся С кое-чем Что вам очень нравится И плюс В сентябре мы начнем Разрабатывать новые проекты Которые мы По большей части С Илюшкой придумали Прусишкиным Вот, дальше Мой канал Мы наснимали Материала Интересного Короче, это Влоги нового Вида Потому что Я их не снимаю Ходит с нами рост Но нельзя сказать Что это как Дневник хача Да, там, типа Это, скорее Старые добрые влоги С душой Но вы там видите Все со стороны У вас прям есть, блядь Эффект присутствия Кого-то вы рядом стоите Не вы за это хуйня А прям Там Абсолютно ноль наигранности Потому что Так или иначе Я абсолютно Ну, такой, какой я, блядь В жизни во влогах Ну, кроме моментов Когда я нервный Долбоеб Неуравновешенный И ору на кого-нибудь Блядь, срываюсь Вот все равно Вот в этом есть Типа наигранность Когда ты А, смотри А там прям Со стороны снимается Как мы угораем, блядь Как мы общаемся И так далее Вот примерно Как с дня рождения И у нас дохуя материалы Но мы не можем дать вам Его каждую неделю Типа Есть причина на этом Несмотря на то Что у нас Три смонтированных влога Лежит и еще Материал на будущее Я буду честен Буду откровенен с вами Я буду их выпускать Когда мне будут Прилетать интеграции Я сейчас объясню Почему Мне нужны бабки Мне нужны бабки Для того, чтобы Снимать клипы сейчас Я Многие удивятся Я не богатый Чувак Типа У меня деньги-то уходят В Типа Клик-клак В семью И клипы Достаточно дорогая Хуйня Вот именно Клипы Того уровня Который я хочу снимать Который я хочу делать Который мы с Пязок Придумали Хотим сделать Это дорого И мне нужны бабки На это все Для того, чтобы были бабки Надо, ну типа Концерты, например Да, концерты у меня Будут только весной Дай бог И сейчас нужны бабки Поэтому я буду Будут прилетать интеграции Я буду вставлять их Во влоги И выпускать влоги Я, блять, честно Хочу вам сказать Да, что Материал пиздатый Снимали его мы не ради бабла Но если у нас будет Возможность с него Зарабатывать бабла Чтобы вложить это в клипы И сделать хороший продукт Который нам будет нравиться Мы будем делать так И Царян Мне неловко сейчас от этого Но я, по крайней мере Хочу быть, блять, честным Вот При том, что Интеграции прилетают Достаточно часто Я все-таки хочу Рекламировать То, с чем я Плюс-минус пользуюсь Сразу хочу сказать Про бухло Когда у меня Представляют за рекламу Бухла Я, блять, пью бухло Я могу его рекламировать Потому что я пью бухло Я могу рекламировать Сладости Бля, я их ем почти каждый день Потому что у меня Падает уровень сахара в крови И у меня всегда с собой, блять Сникерс Палпи Которые охуенно Там, типа Спасают меня За счет быстроты углеводов Всякие Такие штуки Я не рекламирую Того, чем я не пользуюсь Типа Вот И поэтому Это может произойти Ну, влоги могут выходить реже Потому что Типа 99% того, что мне предлагают Рекламировать Мы, конечно же, отказываемся Я иногда из-за вот этой ебучей принципиальности Сижу без бабла У меня бывали моменты Когда я занимал деньги Но ничего Вот, короче, ладно Я запиздился Я все сказал Че, когда будет Вот Спасибо за внимание Опять же Чего там пишите? Вот Спасибо большое Ждите Вот Вот Уже Начинаем Бомбить Выпускать материал Разный Я надеюсь Что вам понравится Мне кажется Я долго молчал Все-таки Я могу назвать Блять Вот Весь этот год Большим затишьем И надеюсь Перед охуенной бурей Потому что Надо было Ой, Яна пришла Яна Привет Привет У меня тут Я с телками тут Ебусь Все, ребята Все, пока Всем спасибо Я, блять, хочу читать ваши комменты Что вы там писали Ладно Парк рекламировать можно Охуенно Да Я бы с удовольствием Но Нет Все, чилики Всем пока Спасибо Йоу Мазафака Прр-пр-пр Охуенно Продолжение следует...